Я уничтожу тебя! А я тебя против твоей воли пробахаю! Хитро! Хаста это не только ускорение, но и доп. атака. И что еще? Почитал бы, что на сапогах написано, говорит твой Флэйм. Почитай, кстати, моткор реально. Скажи, что там написано. Ааа... Просто особые свойства ускорения. Сами ботинки, сапоги, скороходы. Можешь спрятаться, но никуда не сбежишь. Эта фраза была визитной карточкой убийцы жуткого побережья мечей, который передвигался с такой скоростью, что настигал даже всадников такую способность ему придавали эти ботинки. Хотя также есть поверье, что он создал группу людей, экипированных точь-в-точь, как он. Что объясняет его способность появляться сразу в нескольких местах. Забавно, я сейчас отвлекусь на пару секунд и буду тут. Я вернусь. Я вернусь. Брата-балдуры. Так, плазин на месте, а вы где? Я здесь. Ау-га. Говорят, брони реально добавляли ботинки То есть у меня осталось 32 брони Я бы верил, это Броня, это же круто Либо нужно еще одни сапоги скорости найти где-нибудь Либо ограбить маткора Ну как бы тебе нужнее Ну как бы уж надел, а не бушные поношенные Что у нас тут? Слишком много лута на самом деле Хочется узнать, что же в конце концов там с драконом Что он замышляет, где слово силы Она заставляет очередную партию каких-то левых чуваков убивать И лутать очередной какой-то кристалл непонятный Или очередные 10 золотых Ну, да, я чувствую там последнего дракона Осталось последнее слово найти Мы еще в одной локации не были Точнее говоря, еще в одной ветке Их три же Мы первое слово нашли, а второе нет Второе здесь где-то будет Ну, а там еще третье Так что Невервиндер, он долгий, длинный Такой замечательный Если правда Все почти прошли Да, да Ботинки безумно много защиты дают Четыре Ботинки ня Ботинки мини Получай Целная молния Приветствую вас За дверью сидел Тесла Слава богам Когда мы услышали ваши шаги за дверью Мы решили, что это великаны Явились забрать нас на кухню Это кто такое? А мы простые фермеры Огненные великаны захватили нас в плен И держали тут Собираясь сожрать Пожалуйста, возьмите нас с собой Наши семьи хорошо заплатят Если вы нас спасете Эй, эта комната Что-то хорошо обставлена для тюремной камеры Мне в голову не приходило Что великаны представляют пленникам Такие удобства Не во всех тюремных камерных Тюрьмах каменные стены И не во всех клетках решетки Как бы ни было украшено Эта комната, она все равно тюрьма Пожалуйста, освободите нас из плена Наши семьи хорошо заплатят Вам, если вы нас спасете Нет, так просто Ни дело не пойдет Сначала вопросу задам Ты кто такое? Мы простые фермеры Ладно Ладно, идти со мной слишком опасно Будет гораздо опаснее Если мы останемся Пожалуйста, возьмите нас с собой Наши семьи хорошо заплатят Хорошо, хорошо Пойдемте со мной Только держитесь подальше Когда начнется драка Спасибо вам, господин Мы пойдем за вами И постараемся держаться подальше от битвы За наше спасение Вы получите вознаграждение На которое не могли надеяться Фермеры предлагают Какое-то вознаграждение Что вообще Какая-то такая Знаете Очень сомнительная история Ну, я могу на многое надеяться У эмодиума теперь тоже камня кожа Только я полноток на себя могу кастовать Сомневаюсь Сейчас попробую еще вас Вон, кинь на дайса Лучше нет, на меня А то дайс и так под камня кожей Не увидим разницы Но у меня великая каменная шкура Великая В этой книге Описываются процессы извлечения души дракона В сферу драконьей сущности Вот эту книжку я нашел тут Достигнуть наилучшего эффекта Можно, если взять только что вылупившись Червячий рост был ускорен Заклинаниями и чарами Зверь, чей ум еще пустой и чистый Только они обладают необходимой Жизнеспособностью и энергией Чтобы пролить жизнь могущественного Клаута Существо может применить Можно или даже нужно Приманить или посадить в ловушку В центре ритуальной комнаты А сферу сущности необходимо поместить на бьедестал Как только жизненная сила дракона Затянется в сферу Необходимо для того, чтобы кормить Клаута Пока тот отдыхает Его тело будет моментально уничтожено Но есть там предупреждение Если вы не хотите расстроить хозяина И испытать его ужасный гнев Немедленно уничтожьте сферу После поглощения тела мерзкого дракона Если по ошибке она попадет на глаза Клауту Он может заглотить сущность мертвого червя Которая отравит его И лишит его всей чудовищной силы Странная вообще какая-то история Но походу инструкция по применению Да, это короче нужно найти сферу В которой есть червяк, а не дракон Дать ее просто помахать перед Клаудом Он ее поглотит И джи-джи ему будет И затащит И что значит ты не можешь кидать каменную кожу На кого-то кроме себя Это же булл щит Кожа эгоизма на самом деле Кожа слоновьего эгоизма Да, точно А кто играет вместе с Дайсом? Мне показалось, что там голос мистера Пека Кого? Со мной играют Маткора и Мозиум Маткора кстати стрим есть Запущен сейчас Заходите на него На СК2ТВ Собственно фанстримах Нас ждет кровавый славный бой И смотрите прохождение этого лица Бах Слушайте, жить Жить хотеть, жить хотеть Срочно А вот если я сейчас умру То будет плохо Что-то было очень опасно и жестко И любых не было Я что-то даже не обратил внимания Ну ладно, Яо, как говорит наш паладин Да что ты Хорошо, что у меня есть ускорялова Буду бегать от них Сверщи ремень дракона У меня плохие новости, говорит Аонел Но в данном контексте это одно и то же Но его нужно спящего как-то через сферу накормить Но если он саму сферу поглотит То он умрет, типа, я так понял Не умрет, а сила лишится А, туда это типа дебаф С него всякие бафы снимет Эта история весьма сомнительна, говорит Аонел Именно поэтому я соглашусь помочь этим подозрительным фермерам Так, дело и было Просто я жду, когда они разоблачатся Ты что, заключенных заагаю? Не знаю Убивайте их, они подозрительные личности Тех, которые с нами появились Они просто начали меня атаковать Ну только я и говорю, подозрительные личности Ты только отвернулся А они на тебя в атаку С криками Чёрш! Заслонная, Аша Это отдыхай Чё такое? А, ну всё, я, да Я ложил Даже не обратил внимания Да, имеется в виду, говорит Аонел Что нужно в сферу поместить первонаправу убитого дракона А не живого Био под бафом Будет мужиком Всё возможно Всё, отдохнул Пошёл лутать Ловушки, конечно же, лутать сейчас буду Тут Юри предлагает накормить дракона живой сферой И почувствовать себя хардкорщиками Не-не-не Чё, не? Уверен, что не стоит? Не стоит А может по хардкору Бафнутого дракона Ну, хочешь, я его бафну перед боем Это было бы очень забавно Я на это посмотрел Я на это посмотрел Я на это не буду Договорились У меня паралич, я тут встаю, отдыхаю Бедняга, Совьет Всё, Совьет умер Ничего, они так меня парализовали вообще Стою, смотрю на всё Не могу даже пошевелиться Ну, уже прошло, конечно, дело Там и Модиумы гоняют, надо спасать Модиум, иди к нам А я нашел, кого убивать Для тебя здесь только один выход Что-то у вас, смотрю, дуэль какая-то Вмешаюсь-ка я в неё Нарушу ваш честный поединок Дуэль лучников Расходимся на 20 шагов и стреляемся, господа Оружие арбалеты Нет, что-то страшно мне ящики трогать Сами их трогайте Я уничтожу тебя, скачь Я уничтожу тебя! У нас есть крит А вот А если вы хотите поиграть в сингли То во второй Про второй говорят нам дополнения хорошие есть Которые гораздо интереснее даже основной кампании Основная кампания второго Ньювервентера Она мне понравилась больше, чем вот у первого Как-то она более, что ли, насыщена интересными событиями, заданиями А на самом деле третья компания, то есть которая с 15 уровня начинается, которая не работает в кооперативе, к сожалению, она очень клёвая в оригинальном Neverwinter, ну реально просто головы на две выше того, по что мы сейчас играем. Ну мы как раз пытались у неё начать играть, но там такие баги были. Квесты, которые не запускались, небеси, которые не появлялись и не хотели говорить с нами. Это было печально, да. Я тебе все кости переломаю! А нет, он разрушает алтарь из них, призывает как раз. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, убили паладина. Говорят, нам все кости переломают, да и нам их переломали. Подождём помощи, Миска, конечно, он придёт. В первом Neverwinter тоже отличное дополнение, премиум модуль, говорит Эндрю. Ну, это хорошо. Сиди, жди. Сиди, лежу. Меня там чуть не бухнули. Что за компания, которая Shadow of Underteed? Вот этот вопрос, который Shadow of Underteed, он к чему относится? К тому, что сейчас мы играем, или к чему-то, о чём мы упоминали, когда говорили про компании? Потому что из контекста вот непонятно. Компания, которая не работала третья, когда они про неё говорили. А, ну это да, да. Убивать призывателя? Яо, нет, не слышали. Ха, лутая паладина. Хордзуфундердарк. А для меня они звучат одинаково почти, что. Shadow of Underteed, Underdark, чё-то Андер, чё-то там. Да, они все Андер, чё-то там. Меня тоже это всё время путает. Одна Хронес, а другая Shadow of Underteed. Судар, что-то. И фигурмонтер. Какая из них какая? Короче, я предпочитаю считать так. Первая и вторая. И вторая очень клёвые. Так, альцесные мысли плюс два, интеллект плюс два. Маловато, наверное, да? Маловато. Ты просто оскорбляешь эмодиума. Даже просто от того, что предлагаешь ему такое. Нет, я просто спрашиваю, что интеллект плюс два, наверное, бесполезная штука для тебя, кольцо. А, эти у меня уже полно таких. Вот я и говорю, что, наверное, оно для тебя совсем не очень. Уже на все пальцы напялил. Я, по-моему, медленно езжу. Надо съесть лошадь. Да, съешь лошадь. Ты медленный стал. Так, как это сделается? Для тех, кто не в курсе, как съедается лошадь. Хоп. Наш паладин, рожденный конь, призывает другую лошадь. Вот видите, одна лошадь, вторая лошадь. Теперь эту лошадь мы поглощаем, как это делается. Способности паладина. Хоп. Все, съедена лошадь. Фокус-фокус. Теперь покажи свою скорость. Сразу же разогнался и побежал по-нормальному. У меня была одна лошадина и сила, а теперь во мне две лошадиных силы, потому что одна лошадь. Изначально была вторая съеденная, и получена ее сила. Сегодня была забавная партия. Пришли в замк волшебника, говорит Вэйфлейм. Убывали охрану, получили люлей от волшебника, потеряли сопартийца и сбежали. Заработали немного экспы и получили сопар... Полу... Получали сопартийца. Полутали или получили назад его, в смысле... Хоть как-то в плюсе. Наверное, полутали. Я бы полутал сопартийца. Не пропадай же добру. А что, у кого-то там, я понимаю, есть хороший дэнж-мастер, да? Видимо, да. Люди живут в тех местах, где есть дэнж-мастер и хорошие. Это далеко от Челябинской явно. В Челябинске только метеориты у вас там все очень скучно. Так, а еще? Хотя мне знакомые рассказывали, играли. Они не так давно в ДНДшечку. Ну, только не совсем в ДНД, но немного другая система. И она такая Fallout-style, короче. Стоят ребята вооруженные до зубов в пауэр-арморах, все такое, с бластерами и прочей фигней. И мастер говорит, вы видите, как на вас падает ядерная бомба. Все ребята были, что делать, что делать, что делать. Мастер кидает кубик на попадание, на урон, на урон, еще раз на урон, еще раз кидает, четвертый раз кидает. Все так смотрят, смотрят, хватит уже кидать, говори, что случилось. Короче, с самолета падает атомная бомба. Бьется об одно здание, а в другое здание отскакивает, падает, отдавливает вам все ноги, но не взрывается. Брэш. Это чудеса. Да, конечно, бывает. Критический промах пять раз подряд. Куда вам вообще надо? А это в другое ответвление, восточное. Там мы в севере, по-моему, все уже обошли, еще было так ведь, и ничего не нашли. Вот Эмодиум здесь уже кого-то убивает. Здесь трупы троллей. Смотрите, тролли, что с вами будет. Придет Эмодиум и всех убьет. Просто я все лелею идею найти хорошего мастера и как-нибудь через скайп посидеть, поделать на стрим такую ДМДшечку эту, было бы весело. А Дайсу здесь делают очень больно. Да, Дайсу, он чувствует себя как-то очень неуверенно и неудобно. Убиваю Дайса. 188 урона. Это ты че могу так? Это? Я его вредом. Он наносит, он всегда убивает цель, оставляет ей только один или четыре хп. Ух ты вредный. Вот этим мы и будем всяких боссов, там что-то, этих драконов. Дайс, у вас там ки залезь. Там кучу есть. Совет мешает, говорит. Тяжелое ранение на сяльника. Амулет пропуска, о, круто. Книга ритуала уже здесь была где-то у меня такая. Да, это та же самая книга ритуала. В ней написано то же самое, так что ее можно выкинуть. А пропуск... На одной стороне этого амулета изображен голем, с другой стороны стоит охранная руна. В принципе, понятно. Сундук под этой... Под ловушкой. Окай, ясно, понятно. Ничего, Советов у нас еще много завалялось. Да и паладинов тоже хватает, по-моему. Сундук говорит, привет, скажи верно, что ласты иммунны к харму. Что? Ласты иммунны к харму? Вот так мы тюленей убивать не собираемся. Да, и водолазная маска. Тоже иммунна. К смеху. Упс, неплохо меня прожгло. Отдохну, пожилой. Начни теперь тебе перебафать придется опять. А меня еще и поднять. Епично. Хорошо вообще, мы сражаемся с сундуками. Сундуки здесь одни из самых опасных противников. Они коварны просто. Тут вот тот, кстати, сундук тоже заминирован. Так что, дайс, не трогай его. Стоит спокойненько, сидит сундук. Смотрит на тебя такими добрыми-добрыми глазами. Говорит, открывай меня и не бойся. Я хороший. Там жах тебя. Мне, кстати, говорят проверить, не мимик ли ты, дайс. Не, не, я не мимик, честно. Можешь мне верить, я ж палазин. Я ж не могу врать. Как вам с тем сундуком разбираться будем? А, вон Сой тоже. Сой с своей маленькой фейской натурой пытается чекнуть ловушечку. Да, батлкреп. Я уже рассказывал эту историю про дворфа, который упал в пропасть, выкинул двадцатку, очень быстро махал руками и взлетел над пропастью. Ну, потому что, на самом деле, выкидывание двадцатки, это не махание руками. Это ошибка интерпретации, собственно, кубов. Дворф может, падая в пропасть, там, удариться в полете, стены какие-нибудь, свод, еще что-нибудь, зацепиться, кое-как чудом выжить. Но махать руками это трэш. Не, ну там же как, сначала заявляясь о действии, а потом бросок кубик, который происходит. Потому что есть пределы разумного, и донжен-мастер должен сказать, что нет, это бред, и ты не можешь так сделать. Ну, или просто, если человеку хочется, можно кинуть кубик и сказать тупо, что все не получилось, увы. Это из-за раздела таких событий, вероятность которых крайне мала. Они могут произойти только из-за какого-то чуда. Ну, это такая, ой, кубик, то есть кидать на чудо. Причем придумать, какое чудо может помочь. Ну, почему бы нет, двадцатка, это же чудо. Нет, двадцатка это не чудо, двадцатка это просто успех. Успех мероприятия какого-то. Если ты пытаешься, например, схватиться за что-то падая, вот это вот двадцатка, то да, и ты успел схватиться. Ты там получил урона падая, но выжил вовремя, усыпился. Может, весь там изодранный, с отбитыми конечностями, но живой. У нас две глубоких пещеры. У нас сразу причем вспоминаются глубокие эльфы. Такие пещеры, такие эльфы. Там где-то еще один элитный гад бегал, я видел. Оттуда не пройти бы его. Ну, просто обойти можно, какого-то с другой стороны бы его. Ну, неважно. Во-во-во-во, ребята. Что? Тут будет дракон. Тут несколько пещер. А, ну, вижу, что на самом деле тут можно просто вспомнить, что на скиллические... А, на скилл-чеке критов не бывает. Поставить сложность эвер 9000. Ну да. Смертельный славд. Вот. Ой. Что-то у нас все дамажит, что дамажит. Там кто-то стоит, во-во. Лордик. Сейчас я его вредом. Сейчас он вас сожрет, говорит Арианс. Ага. По крайней мере, смертельный лорд вот этот вот нас не сожрет. Стой, 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 брон, все, гуф. Ну да. Пока я про него рассуждал, он уже в гуф. Печальки. Имба, спел. Неопределенный плащ, кольцо и бронь. Наверное, подхертится очередной. Придется отдыхать, кстати говоря. Кольцо Святости, это Мэду. Че там такое? Святой Эльф. Ничейки заклинаний лишние. Да муб я тут не читал про то, что ты пишешь некоторое время. Про Шадрофон Дертит, точнее, или какой-то там Хордсов Андердарк. Про ту компанию Третья Гритана классная. Сюжет закрученный, опять Леди Арибет. Спойлеры. О, там про Леди Арибет там вообще эпик на самом деле. Лошадь боком так бегает классно. С ней опять книга ритуала. Ну, вообще, беда, беда. Все нам намекают о том, как провести ритуал. И здесь какие-то явно... Для ритуала это или нет нужно? Какие-то круги. Леди в аду. Адская леди, лошошь. Когда же я гуф... Гритвери-то с меня уже гуфают просто по КД. Где ты был? Сколько... Иммуниум, по-моему, раз в восемь уже умер. Иммуниум умирает. Я умираю. Хорошо, хоть под корни умирает. А вот здесь драконы будут. Где? Стойте, стойте. Где? Куда? Сейчас, подожди. Подожди секундочку. Я тебе скажу, когда на меня телепортятся. Вы даже в радиус к нему не заходите. Я должен всех пробафать. Все-то... Спокойно, спокойно. Не нервничай. Вот. Теперь сейчас на меня можно... Так. Давайте баф тебе. Вот это. Вот это. Вот это. Потом вот это сюда. Так, все. В принципе, можно влетать. Осторожно, ты изменирован. Я его вредом... Подожди секунду. Сейчас влетим. Так, все. Готов. Все, можно открывать. Так. Вон, на фоне дракон стоит. Но он пока... Ну, он пока... Драконий... Драконий сфера, точнее говоря. Ты что, его убить надо сначала? Или где? Нет, видимо. Хотя... Сейчас еще раз прочитаем про ритуал. Существо нужно приманить или посадить в ловушку в центре ритуальной комнаты А сферу сущности необходимо поместить на бедестал Только жизненная сила дракона затянется в сферу Необходимо для того, чтобы кормить Клаута, пока тот отдыхает Его тело будет ментально уничтожено Если вы не хотите расстроить хозяина и испытать его ужасный гнев В ней медленно уничтожьте сферу после поглощения тела мертвого дракона Если по ошибке она попадется на глаза Клаута Ну то есть нужно сначала дракона убить, а потом поглотить сферой Понятно, да? Ну да Так что че, чарж? Хррр, че хрр? Спит Че за фонтан? Может его сразу сгасить начать? В фонтане лежит сфера дракона и опять Книга Ритуала Походу, да, надо сначала гасить Че, отдохну, да? Кормить дракона яйцами А где яйца? Сейчас посмотрим, че у нас тут есть по бокам Ничего не видно Фейспалм Гритарианц Ну Мы ничего не знаем Поглотить сферы и скормить красному дракону Профит То есть, этого че, нужно поглотить или нет? Ладно А, взять его сферы и убить красный? Все нормально Мы его сначала убить, взять сферу и... О! Поздравляем Полная сфера дракона и сфера дракона Нам хана Просто положи сферу на ту тумбочку, Гритарианц Положил Надо бы сначала его убить Блин Кто сказал, что убить? Мне говорят, что фейспалм не надо убивать Просто положи сферу Там хотят, чтобы мы с драконом под бафами дрались Теперь скорми красному, его это ослабит Чувствую я Нас очень клево, так это Ну вы поняли Да, развели Юрий говорит, ура, ура Понятно Вы молодцы Да Сфера живого усиливает Клаута Смертого практически инстакилит Идите Вот развели, а Наставили тут фейспалмов Я жить, я сразу сказал Надо сначала его убить Ну он не хотел убиваться Он просто спал мирно Тут естественно понятно, что нужно было руками бить Правой кнопочкой мыши Где загрузка? Не, мы не будем скормливать эту сферу Мы просто будем с ним драться как есть Глупый драйс Говорят, на самом деле, если сферу Ему скормить с мертвым драконом Это просто половине твоей хитпоинты То есть ничего особенного Просто его будем убивать в два раза дольше Ну Не так страшно, потому что все равно я его ваншот Если он тебе не ваншот нет, раночишь Развод успешен, говорит, твой флейм Я вам припомню это Будете записываться потом где-нибудь В экскоме, в команду Всех поименно из чата Будем отправлять на какие-нибудь убийственные задания О, Джарвиз даже появился Я помню, помню, как мы Джарвиза Скормили тентакливому монстру Это было замечательно Да, Джарвиз у тебя будет, кстати, возможность умереть И героически второй раз Скоро уже будет Экском апокалипсис Так что Мы ждем Мстичату проигрываю Икском Я не врал тебе ни разу Если что, говорит Содиум Эк, Содиум что-то написал Да-да, он что-то особо на эту тему ничего не писал Просто Он просто Молчал, выжидал Но ведь не врал, да? Он знал Да, он знал, что нас развозят И молчал просто Бездействие Так же плохо Красиво По-моему, тут лучше бежать Не забудь сохраниться Какой сохраниться, во-чего вообще? Оу Я увернулся от фаербола А, ну просто в дай среди Ха-ха-ха Джарвиз говорит Тоже мне кризолидом 7 раз скормил Шикарно Ничего На мне замедление Умение ухудшено Класс брони уменьшен Снять как-нибудь дебафы можно вообще? Отойдем Бери это Отойдем Отбежим еще скажи А, не, все прошло Замедление хотя бы прошло Сейчас я гляну, какие умения у меня уменьшены Может быть и не надо отдыхать-то Тихая походка Минус 67 Парирование Минус 17 Маскировка Минус 67 Ну а остальное все нормально Дисциплина на месте Убеждение на месте Там брони и прочего У меня скоро и нинвиз кончится Это будет печально Ну поехали Ладно, поговорили Сейчас поговорим точнее с ним Так Вы наконец пришли Полагаю, мои слуги великаны мертвы Это не имеет значения Они мне не нужны Я найду других слуг Возможно, даже вы сможете услужить мне Да ладно Подойдите ближе Я не причиню вам вреда Последние дни веков в моей жизни текут медленно И я с удовольствием поговорю с вами Чтобы избавиться от этой монотонности Так Спрашивайте, откуда он знает мое имя и кто он Это как бы глупо Мне хотелось бы задать пару вопросов Я Клауд Древний Червь Мне известно многое, что скрыто Я даже знаю, что вы ищете слова власти Оставшейся от расы созидателей Чтобы спасти город, который вы называете Нивервинтер Задавай свой вопрос, дайсмастер И я отвечу, если это понравится мне Что знаешь о Маугриме и его культе? Маугрим и его секта просто ничто Капля воды в океане истории Он мечтает о величии О наследии рас созидателей О словах власти Но все это мечты глупца Его люди пришли ко мне в поисках слова власти И не отослал их Маугрим слеп, одержим безумной жаждой Я не желаю иметь дело с безумцем Я слишком многое могу потерять И что значит потерять слишком много? Моя единственная забота Это мое существование Маугрим и его сторонники Не могли распознать мое величие В то же время Они собрали достаточный сил Чтобы представлять определенную угрозу Вот почему я отослал их Ну так что там про слова можешь сказать мне? Эти древние слова были придуманы Рацией созидателей Когда я еще был молод Сила слов велика Никогда я даже не думал Что их магия способна помочь мне Хотя теперь я знаю Что это не так Магия слов не того сорта Что нужен мне Чтобы продлить мою жизнь А потому слово власти Лежит в моей сокровищнице Стоже бессмысленное Как и все прочие материальные сокровища Которые я собрал За долгие века своей жизни Я знаю Что вы желаете получить это слово И оно бесполезно для меня Так что я могу дать вам его в обмен Обмен? Какой обмен? Есть одна единственная вещь Которая нужна мне И это продление моей жизни Я провожу темные ритуалы Чтобы подпитывать Мою сущность И для этих ритуалов Мне нужны яйца других драконов Принесите мне эти сокровища И я дам вам слово власти Он злой дракон Убьем его Да ладно Че ты Подумаем об этом Но сейчас у меня к вам Есть вопросы Забудьте о сделке Я не собираюсь заключать Ее с вами Тогда вы не получите Слова власти Которым я обладаю Другие смогут оказаться Оказывать мне эти услуги Раз вы не можете Или не хотите Мне нужна твоя голова В качестве трофея, червь Тогда ваша жизнь Закончится, Дайс Я видел, что ждет вас После этого мира Нескончаемое Черное пустое пространство Вы готовы принять За послежизненное нечто? Говорите со мной Если осмелитесь Или бегите Как бессмысленный комок пыли Под мощным порывом Славы В ее существовании Но не нападайте на меня Если только вы Не готовы к смерти Заткнись, старый мешок С дерьмом Ты просто драконье мясо С вами говорит Велик Вековая мудрость Но вы отказываетесь Слушать Пусть будет так Я дам вам смерть Которую вы так Страстно желаете Ну че? Валим Мне кажется У него есть какая-то Защита А у него легкое ранение 663 хп У него осталось Один хп В лаке Вот это просто эпик Эпичная победа Над эпичным Драконом Который Очень много О себе думал Но умер Просто За одну тычку Пасуйся Голова Кровь дракона И ключ теперь у нас Вот это реально Было круто Подходите к дракону Глянь Что глянь Бронь В сундуке Ага Тут еще Три неизвестных предмета Лежит Распехи красного дракона Броня 8 Плюс 5 Класс защиты Сопротивление огню Офигеть Просто Супер А может пойдем Того силеного Завалим Да давайте Всех завалим Вообще Краждого Это не только Эпичная победа Но обуз багов Грит клипа Почему обуз багов Все было честно Мне тоже интересно Почему это Обуз багов Это как бы Спелл такой Честная победа Грит Юрий Правильно Я специально Накастовал Невидимость Хасту Камникожу Накастовал на себя Светилище Которое делает так Что я могу Свободно Скастовать Один спелл И брак не обратить На меня внимание Чтобы он не сбил его Потому что у меня Не хватило науки Концентрации Чтобы выдержать А у меня всего один спелл Если бы мы сейчас Зафейлили этот спелл Он бы мне его просто сбил Это был бы ГГ Хорошо Что тебе удалось Найти второе Сла Его сила Изменила Мое заклинание Так что теперь Мое изображение Может Разговаривать С тобой Тебе многое Надо Узнать Я прервусь Немножко с разговора И отвлекусь на чат Что за спелл Спелл называется Харм Как он там переводится Я не помню Вред Вред, да-да-да. 20, что ли, кинул Гритань Дзьет? У Дракона же вроде спас. А, сейчас посмотрим. Мы можем посмотреть жилок, правильно? Против вреда не работает. Харм оставляет врагу от 1 до 4 хп, если я в него попаду. То есть, если я промахнусь, то есть надо коснуться его. Маткор колдует неизвестное заклинание. И 663 повреждения наносит. Всё, просто никаких спасбросков, ничего вообще тут не видно. Брайсков просто нету. Наносит 663 урона. Идите, это круто. Знаешь, как это, когда я в компании, где уже все 40-х уровни и всё такое, это уже персонаж переносится, вот это Хронусов Ундердарк, вторая компания, на меня вылетает босс 50-го уровня, я его одним спеллом за 4 с лишним косаря хп просто уношу, и потом так... А это что, финальный босс был? Да, финальный босс. Опа, чё-то умер. Так вот, появился вот этого хедролин, который очень радуется каждому найденному очередному слову власти. Что-то хочешь мне рассказать, спросим её. Мау, Гримм просто глупец. Он не понимает того, что ищет. Эти слова древнее всего мира. У них содержится сила, которую он не сможет даже поймать. Кстати, Мэткор, посмотрю у себя влоги, какие у тебя там броски были, и что ты кинул. Тем временем продолжаем разговор. Хедролин, одна из рабов слова. Я была здесь в начале времён, когда мир был горячим. Эта земля была джунглями, и правились здесь древние. А что за рабы слова? Живая сила слов, которые ищет Мау, Гримм, была связана с плотью рабов слова. Мы были стражами по неволе. Наши души были прикованы к древней магии старейших. Когда мир был горячим, мы, рабы слова, страдали ради империи старейших. Слова черпали свою силу из наших измученных душ и нашей живой плоти. Ты говоришь, когда мир был горячим, а это о чём вообще? Когда-то страна зимы была покрыта густыми джунглями. Расщелины в земле выбрасывали в небо горячий пар. Мир был тёплым и плодородным. Старейшие жили в этом раю, как и мы, рабы слова. Так, отлично. А что случилось с этим тропическим райским уголком? Мир замёрз. Джунгли исчезли. Снег и лёд покрыли эту землю. Несмотря на всю свою силу, хозяева не смогли ничего сделать с этими изменениями. Они исчезли из этого мира. Их убила земля, восставшая против них. Ясно. Если твой народ погиб, то тебе-то как удалось выжить? Когда старейшие исчезли, сила их слов осталась. Как и мы, рабы слова, связанные с этой силой. Мы были вынуждены скитаться по замёрзшей бесплодной земле. Мы были вынуждены хранить слова и наследие наших хозяев. Многие рабы слова погибли, когда началась бесконечная зима. Но некоторые сумели выжить в замёрзших пустошах, прячась от младших рас, которые начали на нас охоту. Мы пережили то, что не смогли пережить наши хозяева. Так слово почное долго говорить, наверное, лучше мне её озвучивать и быстрее гораздо. Что случилось со словами сила, когда умерли древние? Шли столетия магии, слово исчезло, их сила таяла, когда мы, забытые, собрались силами, мы разрушили оковы, связавшие нас. Мы, те, кто когда-то были рабами, освободились и спрятали слова так, чтобы навсегда забыть об их власти. Прожили тысячи лет, и даже мы, те, кто прятал слова, больше не знаем, где искать их. И какое отношение это имеет к Маугриму? Маугрим хочет освободить дремлющую силу слов, чтобы иметь возможность порабощать рабов слова, людей, гномов, эльфов. Маугрим хочет, чтобы все склонились перед ним и признали в нем хозяина. Но Маугрим никогда не сможет победить. Я останавливаю его. Маугрим уже обречу. Слова должны были освободить древнее зло, которое уничтожит тех, кто пережил то, чего не смогли пережить древние. Чума была лишь первым из тех зол, которые принесут с собой слова. Если Маугриму удастся осуществить задуманное, тот мир, который ты знаешь, перестанет существовать. это наследие создателей. О, нет. Этого не может быть. О, Муарак. Муарак. Она нанесла мне удар. Этого не может быть. О, она атакует меня через слова. Она развеивает мое заклинание проецирование. Муарак. Кто такая Муарак? Расскажи мне, пока не поздно. Да-а-а. Ну ладно, в общем, хорошо, что она наконец свалила. Я даже рад. А тут отряду в общем. Подхёрт начался в чате все. Там холиварят люди. Ну что, на сегодня, наверное, закончим, так? Или пробежимся ещё по старшимся локациям этого леса или как его там? Не знаю. Давайте уж закончим ветку то, что мы как бы проигнорили и не добежали, как говорится. Ну хорошо, я тогда побегу на выход, а вы там телепортнётесь на меня. Портал убить. Портал возвращает назад куда-то в храм, да? Он наружу возвращает. А, просто наружу? Да. Лол, а я уже убежал. Судя он говорит, по-моему, она её насиловала, а не развеяла магию. Всякое возможно. Ментальное насилие это тоже форма изнасилования. А, ну вот, как раз туда, куда нам и надо. Да, действительно. У нас тут чуть-чуть осталось, вот там пещера загадочная какая-то. Мы в ней не были по сути. И всё. Сейчас-то ли мне скиллы сбивают, но, например, когда я в прошлый раз мы дракона били, белого, дайс, его не усвидетель. Я тоже их подбежал его бить хармом, а потом орал, блин, за фейли успел, он мне его сбил. Все помнят? И потом мы очень долго бегали от этого дракона, нарезали круги. На самом деле, заклинания, которые могут ваншотнуть, а могут не ваншотнуть, они сами по себе дисбалансны уже изначально, чтобы мы пробежали пещеры. Это то же самое, как у вас со Сприганом. Сприган может ваншотнуть, и Сприганы могут ваншотнуть. И неважно, сколько у тебя там уклонений, сколько у тебя чего, тебя могут ваншотнуть. И всё. А возможности как-то повлиять на это у тебя нету. Горгота. Сейчас будет ещё один инстакилл. Дверь к яйцам. Подожди, а мы здесь были же, да? Нет, ну, другой были. Та зелёной была. Точно, точно. Ещё один дракон? Ничего. А то с того всего 140 экспы дали. Ничего не могу. Замагулают. Заполнение квеста 1750 давали. Да, но я пропустил. Дайте её мне, чтобы я своими глазами посмотрела на доказательства его смерти. Да, у меня огромная, для меня огромная честь вручить вам голову червя, могущественная горгота. Наконец-то с Клаутом покончено. Не буду больше, не будут больше его приспешники нападать на моё логово. Злой силе древнего червя пришёл конец. Мы, драконы, не любим делиться своими сокровищами, но вы заслужили вознаграждение. Возьмите это лучшее из всех собранных мною сокровищ. Там какой-то поезд дали. Ладно, велика горгота, ваши сокровища неисчерпаемы, как и ваша сила. Разумеется, жизнь ваших отпрысков стоит больше, чем вы мне предложили. Вы дерзкий человек, если требуете у драконицы сокровища в её собственном логове. Но в ваших словах есть правда. Так что, полагаю, я могу предложить вам нечто большее. Кольцо защиты плюс 4 дали. Опа. Нон бэт. Угу. Я благодарю вас за щедрый дар могущественной горгота. Итак, мой маленький герой, могу ли я ещё что-то сделать для вас? Ну, отправиться на пару вопросов. Есть ли ещё драконы поблизости? Единственный дракон, который, по моим сведениям, до сих пор живёт здесь? Это Акула Траксос, тщеславная злобная зелёная драконица. Её пещера ежнее в горах под хребтом мира. Хотя мы, золотые драконы, никогда не общаемся с такими, как она. Ну ладно, тогда пойду. Всё. Да, получили опыта и ушли. Что за пояс? А, да, пояс и кольцо. Кольцо плюс 4, всё ясно с ним, да? Это кольцо защиты плюс 4, плюс 4 к классу брони даёт. У меня кольцо есть защита плюс 3. Нужно кому-нибудь плюс 3 кольцо? Да, не откажусь. Хорошо, передаю. Слово власти. Всё, фигня. Пояс. Неопределённый пояс. Сейчас я Мозеум передам. Держи. Иммунитет болезнь, иммунитет магия смерти, улучшенный спасбаски, стойкость плюс 5. Стойкость плюс 5. Что такое стойкость у нас? Отнецел сложений. Не знаю даже. моего обуви, по крайней мере. Ну, озевай, да. Хорошо. Сейчас оббежим эту локацию, если парнемся Гендычу. Говорим с ним. Мы же получается всё, все слова собрали? Нет, мы два слова собрали, третий осталось. А, он же одно собрал. Как он? Молгрим же одно типа уже собрал. Мы не были в одной локации, Молгрим одно собрал, их четыре. Их четыре? Я что-то подумал, что их три одно собрал. Косяк. Нет, три это мы можем собрать. Ой, а у меня бафов нету, и что-то мне больно. Бежать. Слушайте, меня замедлили, убивают. Ладно, окей. Я умру смертью храбрых. Яоо. Отойди, заставь его через шипы пройти, ну что такое? Когда я отхожу, он на атаку удобной возможности, или как там, юзает. А с такими хитпоинтами это для меня смертельно. Ну всё, нормально. Стойкость зависит от целосложнений, говорит Вейфлейм. Отлично. Труп Эмодзиума как раз рядом лежит. Хорошо вообще, зачаржился я тут. Просто по красоте. Хватит топать, когда я тебя сниму всю тюгню. Не надо. Подними меня хоть. Потом снимать будешь. Да, вот Эмодзиуму поднимай сначала. Согласен, фейспалм редкостный, конечно, сейчас произошёл. У тебя же есть зелье исцеления от Клауса, они всё хп восстанавливают. Но у меня просто на быстром доступе здесь старые очень зелья, которые мало восстанавливают, вынесены. Надо, конечно, поменять их. Вот есть серьёзно критических ран. Что-то ещё более крутое у меня есть. Меньше восстановления продать надо совершенно точно. Меньше восстановления эти всякие пониженные... Вот критических ран нужно просто вынести, а оно у меня уже вынесено, да? Меньше восстановления оно не хп лечит, а всякие дебафы снимает. Их оставь. Фактическая стойкость отвечает за сопротивление болезням и ядам, говорит, Вауфлэйм. Ага. Ну и значит, иммунитет к болезням и ядам, а ещё и стойкость, которая стойкость повышает резист к болезням и ядам, очень эффективна. Раньше делали игры, говорит, Жарвиз, шедевры, в которые можно было играть годами. А чё сейчас? Школота фонотеет откало в Дусе, а разработчики вместо нормыгр делают деньги, гребут их, лопаты и концовки ужасные создают. Я даже догадываюсь, что все мы знаем игру с ужасной концовкой, правда? Игра с ужасной концовкой. Их ещё три части. Да, 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 ты прав. Ну вот вроде почти последняя пещерка у нас здесь. Она здесь на ней очень большая. Да, реально. А мы здесь были уже, походу? Нет. Здесь просто трупы, которые дракон создал. О, он убил огненных великанов, набросал трупов их. А сам дракон тоже труп. Интересно, они ещё друг друга, что ли, убили? Вон сундук есть. Да. Какие трупы? Кому это вообще интересно? Сундук! У первых двух концовки чики-пуки, говорит Жарвиз. Ну, у первой, в принципе, всё нормально. Это я согласен. Здесь, кстати, неопределённый предмет и мудим. Во второй я начал играть, второй я дропнул просто, потому что настолько упростить всё, превратить шутер, и у меня слов нету. Я не выдержал. Ну, а третью не играл вообще. Третья стала ещё большим шутером. Я слишком много наслышан про то, насколько там всё изуродули в конец вообще. Жарвиз говорит, я про Диабло, если что, а вы о чём подумали? Слишком толсто. Какая книга где? Да вот здесь, это рецепт какой-то. На кольцовая генерация. А, ну оставь себе тебя. Сэмэс говорит, кстати, шикарное колечко. Если про кольцо стихий, то оно у меня есть уже. Какой у него левел? У него, у коня-то, у коня левел у нас 12. В моём же уже есть левел, да, 12? Угу. Отлично. Ну, значит, ещё можно отсюда телепортиться. Я поехал в храм Тира. Вот точно там всё разводили? Кольца стекаются. Я знаю, что стекаются, но я ещё броню юзаю. Потому что физурона тоже очень много. Так, Ньюрик, Сергол. Пока мы с ними разговаривать не будем, потом как-нибудь. О, кольцо и генерация никому не нужно. А что даёт? Плюс 4 регенерации. Яо. 4 регенерации на самом деле тащит. 4 хп в ход даёт. Логично, что. Экспан, количество в партии делится? Делится, делится, конечно. Так бы мы уже 20-х были. Ну что ж, я говорю с Арином. Рассказываю свежую новость. Вечер, в вечном долгу перед вами за первое слово власти. Мы надеемся, что вы будете продолжать поиски и снова обыграете Маугрима и его сторонников. Но сейчас не время почивать на лаврах. Нужно найти и другие слова, пока они не попали в когти Маугрима. У меня есть ещё одно слово власти. Почему вы раньше ничего не сказали? Да потому что я его только что получил. Ты тупой ниггер. Надеюсь, это замедлит продвижение армий, идущих к Невервинтеру. В конце концов, потеря ещё одного слова власти должна нанести сильный удар по планам Маугрима и его культа, каковы бы они ни были. Союз лордов очень благодарен тем, кто в это тёмное время является для нас образцом. И Невервинтер очень щедр к своим защитникам. Я получил распоряжение вручить вам за выполнение этого задания три с половиной тысячи золотых. Я не хочу показаться неблагодарной свиньёй, Айрин, но золото не может защитить от тех врагов, с которыми мне приходится сражаться. Полагаю, вы правы. Думаю, если мы хотим, чтобы вы вернули нам и другие слова власти, надо, по крайней мере, снарядить вас как следует. Возьмите это кольцо. Его сила часто защищала меня, когда я больше всего в этом нуждался. Возможно, оно сделает то же самое и для вас. Он нам выдал ещё одно кольцо защиты плюс четыре. Дарю кому-нибудь. Давайте, кому нужно кольцо защиты плюс четыре. Я. У тебя же только что плюс три было. Ну, тебе станет плюс четыре. Апгрейд. Ладно, сейчас передам, когда закончу разговор. Могу я что-нибудь ещё для вас сделать? Мы снова разговаривали с Хэндролин. Хэдролин? Что на этот раз сказала ящерица? Она говорила о древних расах создателей. Она утверждает, что сама является одной из них. Я думаю, что она нам друг. Я не эксперт в истории. Но разве это не означает, что ей должно быть уже несколько тысяч лет? Я не знаю, стоит ли ей верить и какое всё это имеет отношение к Моугриму. Но я постараюсь разобраться. Предоставьте Хэндролин мне. Моугрим и его дружки всё ещё занимаются поисками. А это означает, что они надеются обнаружить, по крайней мере, ещё одно слово власти. Найдите его раньше Моугрима. Я желаю вам удачи в выполнении задания. От вас зависит судьба Невервинтера. Ага, отлично. Давай, до свидания. Да, Моб говорит, эй, я негр, ты оскорбил меня. Ну, ты же не тупой негр. А он тупой. Вот и разница, собственно. Ты расист, говорит Дарк Макс. Да, я расист, и что это? Ты говоришь так, будто это что-то плохое. В конце концов, у нас тут в партии есть нечеловеки, и мы потихонечку, как сказать, выясняем отношения. Как это ты их разводишь, говорит Сершише? Разводим? Легко. Берёшь, качаешь себе красноречие и разводишь. Как кроликов. Угу. В общем, это такое ощущение, что ты эти слова отдаёшь прямо в руки Маугриму. Дракоша, если это не спойлер, то всё хорошо. Если спойлер, я постараюсь вспомнить, кто его нам рассказал. Так, ну что вам? Мендос, говорит, у него неплохой шутер на примете есть. От третьего лица, с атмосферой, сюжетом, бла-бла-бла. Ну, если что-то есть, ты его писал сразу. Так что всё. С этой частью, что там творится с Эмодиумом? Эмодиум падает. Не держится на ногах и не держится на полу самое смешное. С пола он падает обратно на пол. Так вот, кольцо защиты. Давай сюда кольцо защиты и закончим на этом. Какой ты меркантильный. О да, моё колечко. My precious. Я уже не играл. А, я сам не играл, но уже тренд какой-то в игре, говорит Дракоша. Ну, кто знает, кто знает, может действительно этот ниггер связан как-то с Мугримом и втихаря использует нас. Так, короче, все предатели. А ребят предатели, ниггер предатель. Ниггер не может быть непредателем. Вы что, кино не смотрите? Он ещё и умереть первым должен. Ну, это легко. Да, он нас предаст, и мы его убьём. Нет, не получится. Если ты сейчас будешь его атаковать, то ничего не увидит. Значит, Михаева вызовем. Вот этот вот поворот, когда ты падаешь лицом на пол, он мне больше нравится. Так будем колбасить это жёстко. Нам найти лекарство сейчас быстренько. То, знаете, эпилептические припадки — это опасно. Не приветствую. Рад видеть. И на этой положительной, замечательной, весёлой ноте мы закончим сегодняшний стрим по Невервинтеру. Спасибо, что смотрели. Мы его обязательно продолжим в ближайшее время. Так что можете подписываться в Маткору, группу ВКонтакте, мне на Твиттер. Соответственно, будете в курсе объявлений о начале стрима. Вводы все выложены на YouTube. Ну и всего вам самого наилучшего. С вами был Ильдас Мастер. Наткор. И Моллиум. Всем пока. Всем пока. До новых встреч. Не болейте. Да. Самое главное — сервер не забыть сохранить. Состояние наше. Ну всё. Вам тоже пока. Откор и Моллиум. Счастливо. Пока.